здравствуйте друзья в этом небольшом обзоре я немного отклонюсь от своей основной темы умного дома но устройство про которое пойдет речь тоже предназначена для оптимизации и улучшения комфорта герой сегодняшнего обзора многопортовая зарядная станция blitzwolf bv sv16 которая предназначена для того чтобы заменить собой сразу несколько блоков питания с поддержкой разных протоколов модель blitzwolf биви с 16 общая мощность до 75 ватт поддерживаемые стандарт power delivery 30 quick charge 30 apple 2 и 4 ампера samsung afc huawei fcp количество юсб портов 6 2 порта юсб тайп си поддержкой power delivery 5 9 12 15 вольт до 3 ампер 20 вольт до 3,25 ампера максимум 65 ватт 2 порта юсб тайп а с поддержкой quick charge 5 вольт до 3 ампер 9 вольт до 2 ампер 12 вольт до полутора ампер максимум 18 ватт и два порта юсб тайпа 5 вольт до 2 ампер максимум 10 ватт размер 91 с половиной на 65 на 23 миллиметра поставляется устройство в картонной коробке оформленной в обычных для этого производителя цветах белым и зеленым вместо картинки крупным шрифтом номер модели в правом верхнем углу название бренда на обратной стороне перечислены основные технические характеристики про которые я уже сказал частности пределы потоку для каждой пары портов упаковано все компактно и плотно по коробке ничего не болтается заказывал я в официальном магазине blitzwolf на алиэкспресс в киев приехала новой почтой за 15 дней с момента заказа все в полной целости и сохранности а вот все что нашлось в коробке зарядная станция съемный кабель питания инструкция и подставка вилку кабеля можно выбрать я конечно выбрал европейский вариант с другой стороны тоже вполне стандартные часто встречающийся разъем длина комплектного кабеля полтора метра подставка предназначается для лучшей устойчивости зарядной станции при установке вертикально так она точно не опрокинется перейдем к самой зарядной станции общее количество портов 6 они объединены в пары нижняя пара с заявленной мощностью в 10 ватт предназначены для питания и зарядки маломощных устройств средняя пара способна заряжать мощные гаджеты с поддержкой технологий quick charger отдавать до 18 ватт и верхняя пара портов usb type-c самая мощная до 65 ватт с поддержкой power delivery предназначена для планшетов или ноутбуков работающих с этой технологией питания разъем для подключения кабеля питания находится с противоположной стороны кстати он совместим с подобными станциями других производителей например от югрин или сяоми половина корпуса сделана из матового пластика на ней разместили логотип производителя а вторая половина из глянцевого хотя с точки зрения использования это не особенно важно при включении в сеть верхней части над портами usb type-c загорается белый светодиод он не особенно яркий ночью не мешает как фонари некоторых производителей освещающих полкомнаты вот так устройство выглядит на подставке боковые уши при желании можно приспособить например для письменных принадлежностей если станция стоит на рабочем столе соответствие реальных параметров заявленным я смогу только на портах usb а и начнем с нижней пары заявленный ток в 2 ампера станция отдает без какого-либо намека на просадку напряжения как впрочем и на повышенном токе почти в два с половиной ампера напряжение остается более чем в норме так что запас по прочности у станции есть неплохой теперь перейдем к средней паре на 5 вольтах отлично справляется с током в более чем в 3 ампера отдавая мощность более 16 ватт эмулирую режим quick charge и перевожу зарядку в режим на 9 вольт тут тоже не наблюдается никаких просадок по напряжению при токе даже выше заявленного тоже касается режимов 12 вольт по мощности я вывел порт почти в 20 ватт при заявленных 18 и станция чувствовала себя отлично ее нагрева я не ощутил хотя держал нагрузку активной пока она сама не стала раскаленной тестера на power delivery у меня к сожалению нет постоянные обзоры зарядных устройств я оставил в прошлом поэтому проведу живой тест дополнительно к станции я купил юсб тайп си кабель заявленной мощностью до 100 ватт от you green мне необходимо было обеспечить питание на компактный планшет со съемной клавиатурой chuvis surbook mini который использует дочка-школьница он как раз требует power delivery сразу скажу что его мощность намного ниже той что способна выдавать зарядная станция но тем не менее поставленная задача была полностью решена комп прекрасно работает с новым источником питания и кабелем и теперь я плавно подошел собственно к цели этой покупки на рабочем столе у дочки со временем накопилось много всего двойная зарядка с quick charge для телефона и вторым портом для смарт-браслета блок питания для уже упомянутого нетбука с технологией power delivery на 12 вольт и выходным током до 2 ампер и еще один блок питания с разъемом type-c для умного светильника xiaomi philips bedside который выполняет роль ночника и того с учетом еще настольной лампы четыре занятых розетки и вместо трех из них теперь используется только одна для питания зарядной станции которая легко справляется и с надбуком и с быстрой зарядкой смартфона тут для примера мой xiaomi ноут 10 light и светильником ночником и браслет есть где подзарядить еще и пара портов для дальнейшего расширения остались свободными кстати это не первая моя многопортовая станция у меня есть еще несколько штук которые используются для зарядки и для питания различных гаджетов умного дома начиная от серверов на базе разборе пи и заканчивая камерами мониторами воздуха и тому подобнее это гораздо удобнее и безопаснее чем использовать удлинитель или тройники с гроздьями штатных зарядок которые так часто можно встретить наших квартирах к слову говоря я уже года два а то и три даже не распаковываю штатные блоки питания которые идут в комплекте с новыми гаджетами они мне просто не нужны на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны и акции на товары для умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале ссылка в описании до свидания до новых встреч